Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня я делаю такой вот ролик. Это по просьбе моей подписчицы. Она очень просила, чтобы я показал, какие у меня есть мои книги по поводу тех, которых я читаю или собираюсь читать, потому что, как сказать, у меня небольшая библиотека, потому что на родине у меня большая библиотека этих книг, но у меня не очень так много, потому что я как-то вот прекратила читать и больше как-то и не покупала, потому что и так своих как-то достаточно. А тут, когда вот сидишь на карантине целыми днями дома, то, понятное дело, что, как по мне, прям странно, что я начал вот читать книги. Вот, и за это, конечно же, я покажу, какие у меня есть книги. Вот, мы просили показать. И за это, я думаю, будет интересно. Хотя я же говорю, я не буду о них так прям сильно рассказывать, просто покажу, потому что я сам не знаю именно что там и как там, потому что я их еще пока не читал. Но, опять же, эти книги идут для любителей романтики, так как я любитель именно книг, именно таких вот романтических. Их, бывает, конечно же, когда вот читаешь, бывает, ничего уже не хочется. Бывает, хочется вообще, как некоторые герои, вообще прибить нафиг, чтобы даже вообще, даже дальше не читать. Ну, такой, как я человек, который я начал читать, значит, приходится читать. Нравится что-то, не нравится, надо до конца все-таки пройти. Так что, давайте все-таки приступим. Первую книгу покажу, которая у меня есть. Это вот такая вот. Это писательница Вера Фальски. Это «Ни за какие сокровища». И здесь любовь не продается. Короче, тоже такой вот идет у нас роман. И я так понимаю, что это будет у нас роман именно нашего времени. Очень интересно будет прочитать именно по поводу этой книги. Вот, так что, в будущем надеюсь, что я ее прочитаю. Вот, так что, тут вижу, что это про какую-то Еву. Так что, будет, наверное, интересно. Я на это надеюсь. Так, следующая книга. Это идет у меня, опять же, как всегда, у меня романы. Без романов никуда. Я же, каждая книга идет сам по себе роман. Следующая книга – это писательница Суфи Джордан. У меня, кстати, очень много книг именно от Суфи Джордан. Именно нравится, как она пишет. И очень, конечно же, интересно будет именно и почитать именно вот ее новые, конечно же, книги. Называется «Запретные желания». Как всегда, у них очень красивые палитурки. Прямо, когда вот смотришь на обложку, ну, конечно же, прям романтика полным ходом. Вот, так что тоже очень будет интересно это все посмотреть. Также здесь у нас. И опять же, это у нас интересно, какой век. Так, в каком году это все у нас? Вот. К сожалению, тут пока что-то ничего не пишется. Потому что то, что я читал, ну, конечно, там тоже и писательница Суфи, но там совсем другая. Это Суфи Джордан, а я читал и Суфи Барнс. Вот. Так что тут пока что-то не пишется. Ну, я думаю, что в самой книге будет, наверное, писаться все-таки какого года именно это все, что у нас происходит. Так что будет тоже интересно посмотреть, что, как, чему. Так, наверное, давайте я как-то так вот положу. Почему я хочу именно сделать так, чтобы было это все видно? Для того, чтобы вы потом... Ну, ладно, я уже в конце ролика вам объясню, в чем суть, что я хочу именно сделать. Вот. Также следующая книга. Также идет у нас писательница Суфи Джордан. Так как я говорю, что мне очень нравится эта писательница, мне очень нравится, как она пишет. Вот. Здесь прям книжка «Огонь и лед его касаний». И здесь называется «Строптивый и неукротимый». Ну, прям очень интересно, конечно же, тоже почитать. И, во-первых, что они все не такие прям толстые. С одной стороны, очень хорошо, что они не такие толстые. Вот. Хотя, если очень интересная книга, то даже толстая, не толстая сама книга могу очень быстро прочитать. И также здесь такое прям интересное оформление книжки. Тут прям так все прям... Очень такое прям оформление красивое. Вот. И тут тоже такой вот прям рисунок. Ну, прям романтика полным ходом. И интересно, какой год. Тут будет писаться? Нет, к сожалению, тут тоже нету с какого года именно вот эта история. Ну, ничего страшного. Я так понимаю, что по ходу дела будет потом видно. Так же, следующая книга. Так, это уже новая писательница. Но у нее тоже похожие такие вот романы. Честно, я еще... И у нас этой писательницы я еще не читал книги. Так что будет очень интересно узнать, как она пишет. Так, это у нас идет Александра Хоукинс. Это мой желанный и неприступный Маркиз. Тоже будет очень интересно, конечно же, это почитать. И здесь, как пишется, уроки обольщения. Ну, прям, я же говорю, романтика, Вигоря, полным ходом. Я же, ну, люблю как-то вот такие вот романтические книги. Вот. Вот фильмы, ну, не буду так сильно прям смотреть как-то вот именно в книгах. Как-то вот книги мне более как-то интересней. И также давайте посмотрим, какое здесь оформление идет книжки. Ну, тут обычное оформление. Вот такие вот буквочки. Ну, кстати, тоже удобно читается, даже если они не такие прям большие буквы. Но все равно очень удобно, хорошо все читается. Вот. Так что будет, конечно же, интересно еще почитать именно от этой писательницы. Потому что я еще от нее ни одной книжки я еще не читал. Вот. Давайте вот так сделаем. Так. И предпоследняя книжка. Также это у нас идет писательница Александра Хоукинс. Вот. Также вот такая вот тоже уроки обольщения. Также это ее такая вот идет серия. Вот. Это «Твой слабоснительный обман». Так что тоже очень, конечно же, интересно узнать, что, как, чему. Ну, конечно же, у них такие прям картинки. Прям я же говорю, что просто очень даже вот было бы круто. Вот и даже вот сами даже можно картины такие вот именно делать. Кстати, вообще романтика полным ходом. Что вам сказать? Прям прям ля-ля-ля-ля. И тут тоже вот смотришь. Тоже такие вот буквы, как и там. Тоже такие вот именно не очень мелкие и не средние, и не большие такие. Ну, можно сказать, средние. Ну, таких книг, ну, очень легко тоже читается. Так что можно спокойно. Хотя, опять же, я не знаю, как она пишет. Надеюсь, что будет интересно. Вот. И последняя книга, которую я хочу вам показать, это книга, которую я наконец-то дочитал. Ой, боже, как она мне туго и шла, эта книга. Честное слово. Я думала, что ну все, кобзец какой-то. Я думаю, ее все-таки нет. Я, наверное, ее закину. Потом нет, ладно. Надо немножко отдохнуть, передохнуть, а потом дальше начать читать. И хочу вам сказать, что поздравьте меня, я ее наконец-то дочитал. Это писательница София Барнс. Вот. И грешные желания Сары. Вот. Не цмовые, а не вздохи, как я говорю. Ну, во-первых, что ну, хочу что сказать по поводу, вот, видно, что нету нигде именно больше в книгах Софии Барнс, именно писательницы. Ну, вот, вы знаете, вот, я бы, наверное, на следующий раз бы, наверное, я бы побоялся бы приобретать книгу именно Софии Барнс. Почему? Я не хочу, конечно же, сказать, что там может что-то плохое, там что-то плохая писательница и так дальше. Ни в коем случае, потому что есть многие любители именно ее и так дальше. Я не хочу, конечно же, ну, я просто говорю свое мнение, никому ничего, я свое мнение не навязываю, как всегда. Просто говорю свое мнение. Ну, мне очень тяжело, вот, именно читается эта книга, как-то вот. Я люблю так, чтобы как-то вот захватывающая была книга, чтобы вот хотелось бы, а что будет дальше, а что там, а что сям, и как оно будет продолжаться. И просто что читаешь, просто-напросто в захлеб. Здесь такого не присутствует, к сожалению. Здесь нет никакого захлеба. Здесь, когда начинаешь читать, вообще не понимаешь, о чем идет речь. Вот, и, конечно же, я, если вы, да, ну, ладно, сейчас я договорю потом. Вот, и, конечно же, ну, и сначала читаешь, не понимаешь, о чем идет речь вообще. Я как-то вот, все-то как-то было сначала запутано. Где чья семья? Как-то оно, как-то все так пишется, как-то вкупе, что потом фиг поймешь. Потом я уже это понимаю уже, когда я уже прочитал уже, наверное, 25 страниц или 30 страниц, потом я уже понял, где кто чем дышит. Потому что так я читал и не мог врубиться, что я читаю, и кто что, где тут вообще, где герой, где героиня. Фиг, где что поймешь, короче, как сказать, понимаете. Так что еле-еле добил я эту книгу. Ну, слава Богу, наконец-то. И что хочу сказать, чтобы прямо у меня, прямо рука тянулась еще раз ее прочитать? Нет. Вообще не потянется у меня рука ее прочитать. Так что я же говорю, что, наверное, когда я буду где-то видеть книги от Софи Барнс, наверное, я сомневаюсь, что я захочу приобрести именно какой-то еще другой роман, именно ее роман. Вот. И, да, хочу сказать, если кому-то интересны мои отзывы на те книги, которые я читал, конечно же, и кому нравятся такие рассказы об этих книгах, если вот предыдущие были у меня ролики, да, четыре части, именно книги, тоже роман, который я читал. Вот. И если вам очень интересно узнать и об этом романе, вот, и если вы хотите, чтобы я тоже снял именно этот ролик по поводу этого романа, вы мне пишите, если да, то обязательно сниму, если нет, то тогда и нет. Вот. Потому что действительно туго и шла эта книга, хэмэнэ бухмэлээ. И что хочу я вам сказать, почему я вот именно вот так взял это все, я разложил, ну, это понятное дело, что я уже прочитал, что эта книжка уже по ходу дела никуда не идет, почему я так разложил. Просто хочу сказать, что если вам нравятся такие вот истории, которые я прочитал, книги, и я их рассказываю, да, тогда просто что хочу я вам сказать, что вот у меня еще осталось пять книг, и понятное дело, что что-то уже надо следующую какую-то книгу читать, и вот мне интересно ваше мнение. Какую бы вы книгу хотели бы увидеть у меня на ролике, именно, которую бы книгу я начал сейчас читать, чтобы вам потом рассказать именно об этом романе. Так что, какой вам больше заинтересовала вам, вообще заинтересовала какая вам больше книга, какое больше вам название заинтересовало, вот, и какую вы хотите еще услышать о какой книге, рассказ, которую я начну читать. Так что, всем, кто, ну, кому это интересно, просто напросто пишем название книги, вот, и я думаю, что вы, думаю, все поймете название книг, сразу вот все видно, можно будет поставить на паузу, вот, и потом уже и определиться, да, это, думаю, не так уж и все и сложно, вот, или там, допустим, название книги, и также, допустим, просто идут у нас плюсики, да, там, допустим, чем больше будет плюсиков под этим названием, да, именно какой любой книги, которую вы хотите в первую очередь услышать, то, то я книгу буду сразу же брать и читать. Так что, надеюсь, что вы быстро определитесь, быстро поставите крестики, и я быстро начну читать следующую книгу. Так что, все, мои хорошие, вот такой был у меня небольшой обзор на мои романы, таких вот книг, так, заяц, наверное, тут мешаешь ты, вот, отдыхай здесь, о, так что, я думаю, вы поняли, какие мне еще остались книжки, так что, ну, ладно, еще вот эту тоже положу, которую, наконец-то, я прочитал, боже, я же говорю, палитурка красивая, все, так прям, все красиво, все так кайфово, ой, я на нее смотрю, я не могу поверить, что я ее закончил читать, как вы думаете, просто жесть полная, о, так что, все, мои хорошие, прощаюсь уже сотый раз, так что, до новых встреч, и, опять же, жду, жду, какую книжку начать дальше читать. Так что, все, спасибо огромнейшее за внимание, за просмотр, и до новых встреч, целую, люблю вас, я говорю, пока-пока.